Ребят, всем привет! Как вы знаете, нас недавно залили соседи сверху, поэтому сегодня мы решили посмотреть масштабы протечки, потому что, видите, под краской следы потёков. Сегодня я хочу посмотреть, что же под потолком, так как не умею я снимать натяжной потолок, посмотрел кучу роликов в интернете, что мы делаем. Вот такие, ребят, у нас потёки под краской, и они не высыхают, придётся по новой красить угол. Но, чтобы снять потолок, нам надо либо этот угол, либо, наверное, вот этот, найти какой-нибудь крючок, зацепить и попробовать это всё снять. Ну что, погнали! Ну что, ребят, в этом ящике нашёл ничего, в этом не нашёл ничего. Здесь нашёл вот такую вот штучку. Ну, это, видимо, какой-то шестигранник с какой-то фигнёй, поэтому берём её и пробуем как-то поддеть ей. Погнали! Ну что, залезли наверх, я так думаю, для начала надо вытащить вот эти вот, как даже они называются, я не знаю, плинтуса какие-то. Ну, попробуем. Ну что, ребят, ковырял, ковырял вот здесь плинтус, нифига не вытаскивается, решил пойти с ула. Оказывается, он тут ещё приклеен. Что мы делаем? Значит, мы вытаскиваем плинтус с одной стороны, с другой стороны. Оу! Отрывается он с краской. А теперь, я так понимаю, нам надо поддеть вот этот вот уголочек. Аккуратно его поддеваем. И вытаскиваем кусок. Ну что, вот здесь всё размокло. И получается, чуть-чуть дотрагиваешься, и всё вот это вот отваливается, блин. Прям чуть-чуть дотрагиваешься, и всё отломалось. Ну что, ребят, ничем не получается туда подлезть, только доброй вилкой. Поэтому сейчас вилочкой вытаскиваем кусок. И пытаемся за что-то ухватиться. Ну что, ребят, вытащить у меня не получается никак. Вот здесь есть такой зацепчик. Вот, порвался. Даже не знаю, что делать. Ну, будем пробовать вытаскивать. Чем-нибудь, как-нибудь. Оу! Чуть-чуть не проткнул, да. Ладно, всё равно его под замену, ребят. Поэтому будем пытаться делать. Даже не знаю, как. Как-то надо захватить кусочек, но у меня не получается. Фух, короче, ребят, измучился. Получается, придётся только рвать. Напишите, что я делал не так. Пробовал и в углу, и в другом углу, и в таком углу. Нигде он не снимается, нигде он не вытаскивается. Ну, придётся рвать. Ну, что, ребят, я и тянул, и делал всё, что угодно. В итоге наткнулся вот на такую вот штуковину. Видимо, это затычка, или как её называть, не знаю. Но, видимо, надо вытащить её. Но уже, походу, поздно. Видимо, вот эта вот затычечка и не давала нам ничего, ребят. Поэтому я даже не знаю, что делать. Ой, короче, ничего не получается. Подолок уже, ну, по-любому, по замене, но испортился, это ясно. Вот, смотрите, тут ещё есть такая штуковина. И ничего не получается, всё равно. Поэтому, ребят, берём мы просто вот этот наш потолок. Их вытаскиваем. Вот, оказалась эта штуковина. Которую можно достать только... Слушайте, прям на совесть, видимо, сделали нам потолок. Ну, дальше он уже пошёл. Не знаю, возможно ли будет его спасти. Посмотрим. Ну, короче, здесь у нас, ребят, подумочечек. Оп! Оп! Опачки! И как вот дальше снимать, я не знаю. Ну, походу, короче, делаем так вокруг. И, смотрите, там всё в мокром. Видимо, так, что нас залили. А если хотите, чтобы я вас научил, как портить потолок, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я вас научу делать вот так. Был хороший потолок. Нафига я сейчас полез? Вот, ребят, а, собственно, зачем мы открывали этот потолок? Потому что нас затопили сверху. И вот, не хотели мы этого делать, но сначала, думаю, высохнет. Ну, вот, смотрите. Вот, ребят, оттягиваем потолок. Вот, смотрите, штукатурка где-то осыпалась. И, смотрите, потолок весь мокрый. То есть, ну, мне кажется, надо по-любому разбирать. И это всё просушивать. И вот эти вот, вот это всё перекрашивать. Жопа! Ребят, а если хотите окончательно посмотреть, как я его порву весь, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. И смотрите далее. Субтитры сделал DimaTorzok